Давайте разберёмся. Фруктовые деревья по преимуществу. И в этом лесу большая группа окруженцев, которыми командует полковник Орлов. А Гайдар знал Орлова, потому что Орлов был начальником штаба авиационной истребительной дивизии, которая охраняла Киев. И Гайдар пошёл к Орлову. Многие детали, они там встретились как родные братья. Короче говоря, вместе с Орловым Гайдар вывел из этого леса больше трёх тысяч окруженцев с боем, потому что этот лесок тоже был окружён. Вывел, и народ, естественно, рассыпался, иначе бы их из самолётов и так далее. И Гайдар с Орловым и ещё группой окруженцев пришёл. Фартизанские отряды не нашли. Под деревней Леплява, это на другом берегу Днепра от города Канева. В этом отряде Гайдар стал заниматься разведкой и диверсионной деятельностью. Готовилась грандиозная операция по захвату Каневского аэродрома, где было несколько самолётов. До операции дело не дошло по той простой причине, что нашёлся трус, который прибежал к немцам, а потом он привёл этих немцев в лагерь. Отряд был всё равно разгромлен. Они лишились лагеря и всего остального. Образовалась группа Гайдар, бывший командир отряда, и какое-то количество окруженцев. Все местные разошлись по домам. И вот с этой группой Гайдар перешёл в запасной лагерь. И там они до конца разработали ближайший проект, над которым Гайдар думал давно. Он ещё, когда с отрядом всё было в порядке, говорил о том, что он хочет создать партизанскую армию по образцу воинских частей. Значит, Гайдар считал, что надо где-то обосноваться, кликнуть кричь, народ пойдёт и создавать вот эту партизанскую армию задолго до того, как эти армии партизанские возникли после него. Осталась группа. Они приняли решение идти в Черниговские леса, потому что там действительно леса, а не лесочки, как здесь. Вот, и это будет базой. Но чтобы туда дойти, нужна была еда. Высовываться куда-то там по деревням сейчас они не могли, потому что их искали. И для того, чтобы запастись продуктами на дорогу, Гайдар и ещё четверо партизан должны были вернуться в старый лагерь. Там было спрятано на деревьях очень много копчёного мяса, сала и так далее. Они пошли за этим, дошли до леса, набрали пять мешков, только мясо и только сало, больше ничего не было, и пошли обратно. Вышли на окраину Леплявы, где была железная дорога. Там одна колейка, железная дорога, высокая насыпь. Им нужно было пройти вперёд до будки путевого обходчика и свернуть направо в лес. Они почти дошли до будки обходчика. Но устали. Парадокс состоит в том, что устали те четверо партизан, которые были моложе Гайдара. Сбросили мешки. Они сели отдыхать. А Гайдар, который был старше, чем они, пошёл в сторону будки путевого обходчика, потому что за будкой путевого обходчика на противоположной стороне находился дом обходчика. И Гайдар хотел у обходчика, которого он хорошо знал, попросить картошки и хлеба. Поэтому он взял пустое ведро, из него высыпали сало, с этим ведром, держа его на пальце, он прошёл вдоль насыпи и, дойдя до будки путевого обходчика, стал подниматься на насыпь. И вот когда Гайдар поднялся на эту насыпь, и ему осталось сделать, может быть, два шага, чтобы перешагнуть через рельсы, раздался звук, как будто железом прикоснулись к железу. И Гайдар повернулся и увидел, что вдоль тропы, по которой они собирались идти, лежат люди в касках. Как потом выяснилось, Гайдара предал, там один мужик, даже фамилия там была известна, который жил возле насыпи и видел, как они выходили из леса накануне вечером, успел донести, и немцы на грузовиках пригнали вот этих солдат. Дальше происходит потрясающая вещь. Гайдар замирает вот в такой позе, в какой он увидел солдат, и не движется. И солдаты в него не стреляют. Гайдар понимает, что этим людям нужны не трупы, им нужны языки. И пока он стоит в этой позе, принимая решение, он может принять любое решение, с ним ничего не сделают. Значит, решение может быть такое. Он может сделать вид, что он их все-таки не разглядел, и спокойно повернуться и пойти через рельсы. Он может попробовать прыгнуть через рельсы. Но Гайдар есть Гайдар, что он помнит о тех товарищах. И он понимает, что если он сделает вот это, он потеряет какое-то время, и за это время могут погибнуть его товарищи. И он кричит, ребята, немцы. Раздается пулеметная очередь. И он падает с этой насыпи. В этой истории есть продолжение. В 1947 году с разрешения Сталина тело Аркадия Петровича было решено перевезти с окраины села Леплява в Москву. И похоронить его как национального героя. Под этот проект был прислан специальный состав из трех вагонов. Там была делегация союза писателей, были родственники, и был вагон для гроба Гайдара. Но когда был назначен денег с гумацией, было произведено и вскрытие. И было вскрыто сердце. И в этом сердце нашли пулю от пулемета. Врач вынул это сердце и показал всем, кто находился рядом. Вот это сердце Гайдара. И объяснил одну очень важную вещь. Что сердце у Гайдара, он же был могучего сложения, тоже было могучее, тренированное. Не зря же эти устали, а он пошел за хлебом и картошкой. Поэтому пуля пробила переднюю стенку, не пробила заднюю стенку и осталась там лежать. И этот судмедэксперт сказал, что Гайдар не сразу умер. Он оставался жив, пока не вытекло все сердце. Значит, все, что было там сколько-то минут после того, как он упал с насыпи... Он оставался жив. Он оставался жив и все слышал. Давайте разберемся.